Пожрать нечего было. Пшенички пожарили. Ели, вот как и жили. Так Мария Николаевна Скорнякова вспоминает свою юность во времена Великой Отечественной. В 15-летнем возрасте она села за руль трактора и пахала землю наравне с мужчинами. А сейчас живет на отшибе алтайского села Малахова в доме, который вот-вот разрушится. Вот в таком полуразрушенном доме вынуждена жить Мария Николаевна Скорнякова, труженица тыла, ветеран труда. Месяц назад в ее доме рухнула стена. На место приезжала администрация Олейского района, соцзащита. Они посмотрели дом, но аварийным его так и не признали. Одна половина стена упала, а потом вторая, наверное, через неделю. Я одна дома была, сижу вечером, где-то в 5 часов, как загремело. Я двери открываю, двери не могу открыть, даже двери завалило. Напугались? Ну, а как не напугаешься? Пенсия женщины всего 17 тысяч рублей. Этого не хватит, чтобы вернуть дому прежний вид. А тут еще недавний пожар, который уничтожил весь запас дров. О том, в каких условиях живет бабушка, в соцсетях рассказала ее единственная родственница, Любовь Скорнякова. Она также пожаловалась на бездействие местных властей, которые отказали в предоставлении нового жилья, а на восстановление дома выделили лишь копейки. Всю жизнь проишачила, х**, разотратила, х**, 8 тысячи, х**, сидела, как алказы на туалетную бумагу. Такое бесчеловечное отношение вызвало отвлек у жителей всего Алтайского края. Неравнодушные до сих пор перечисляют посильную помощь старушке. Уже набралось около 15 тысяч рублей. После общественного резонанса к делу подключилась межрайонная прокуратура, которая проверяет состояние дома пожилой женщины и контролирует его восстановление. Кстати, золотать трещины власти обещают в ближайшее время, к 9 мая. В каком состоянии сейчас дом? Вывалилась так называемая пятая стена, холодный коридор. У бабушки в доме, в самом доме тепло, светло, уютно, как говорится. А на каком этапе сейчас восстановление стены? Работы начались. Я думаю, что к 9 мая мы должны закончить их. Поставили подпорки, как бы вот видно, чтобы потолок не упал. Будем ломать стену. Фундамент надо армировать, усиливать фундамент, потом уже выставлять брус. Подарок на 9 мая успеете? Нет, на 9-е никак. А пока строительные работы продолжаются, бабушка может оказаться под завалами в любой момент. Мария Николаевна рассказывает, что когда рухнула стена, сотрудники соцзащиты предложили оставить дом, в котором она прожила больше 50 лет, и перебраться в дом престарелых. Но старушка наотрез отказалась. С домом она срослась и расстаться с ним не может. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Валентина Аскерова, Алексей Фризин.